Сегодня, дорогие, мы слышали с вами удивительную притчу, которую сказал нам Христос. Мимо нее мы никак не можем пройти, сегодня, современные христиане. Она очень короткая. В Евангелии от Луки, в 12 главе, с 16 стиха, Господь рассказал о том, что был некий богатый человек, у которого был большой урожай, и он рассуждал сам себе, что мне делать. Давайте обратим с вами внимание на этот вопрос. Святитель Феофилак Болгарский напоминает, что этот вопрос не только богача, но он присущ нищему. Нищий говорит, что мне делать, Господи, нечего есть, нечего пить. И богатый говорит слова нищего, что мне делать, Господи, вот что мне делать теперь, большой урожай, и уже столько собрано, что теперь куда бы мне вложить. И потом, как сказано в Святом Евангелии, сказал, вот что сделаю, проблема решена, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое. Посмотрите, безумный богач не считает добро даром Божьим. Он считает его своим, а значит, это для меня, а значит, я должен распорядиться своим добром. Он не подумал о бедных, он не подумал о подателе благ всяческих, он подумал о себе и не вспомнил о вечности. Потому что тот, кто немножечко от своих доходов посылает в ту вечную жизнь, он там это и пожнет. Здесь сеешь, там пожнешь. Что иногда мы сеем? Копеечку, рубль, два, десять, сто, тысячу. И вот мы должны тоже понимать, что вот то, что мы тут посеем, вот такие нищие придем и туда. Потому что здесь было больше для земного временного бытия потрачено на нас, на себя и на своих. А в Бога? Что для Бога ты сделал? В чем ты разбогател в Бога? Вот о чем это вразумление для каждого стоящего сегодня в храме. Дорогие братья и сестры, мы часто видим людей, которые стоят у зеркала. Вот подходит человек и смотрит на себя в зеркало. Иногда, как говорил святитель Филарет Дроздов, куда зеркало обращается, то в нем и отображается. Стоит повернуть зеркало к земле, отобразится земля. Повернуть зеркало к небу. Мы видим, что в небе, в зеркале отображается небо. Но давайте мы сейчас это зеркало обратим к себе. И как в зеркале постараемся увидеть то, о чем сегодня читает церковь для меня. Не для того безумного богача, а для каждого из нас. И скажу душе моей, продолжает этот богач, Душа, много добра лежит у тебя на многое лето. Почему он безумен? Он приписал себе даже многие годы собственной жизни, не только все, что Бог посылает каждому из нас. И он теперь говорит, теперь мне много лет придется жить и пользоваться моим добром. Безумный, покойся, ешь, пей, веселись, говорит он своей душе, забывая о том, в чем еще раз подтверждает свое безумство. Душа не ест, душа не пьет, душа выше просится, она Бога ищет, она ждет встречи с своим Создателем. Дальше сам Господь сказал ему, «И сказал Бог, безумный, всю ночь душу твою возьмут от тебя». Обрати внимание, дорогие братья и сестры, почему здесь стоит слово «возьмут»? Потому что святые и праведные люди, они предают Господу душу, у них ее не забирают. Давайте это запомним. Многие, читая молитву перед сном, произносят эти слова «вруцы твои, Господи, предаю дух». То есть я, Господи, с тобою и отдаю тебе, предаю, потому что души праведных в руках Бога. А если вберут, то есть отнимают у тебя душу, то есть отторгают, и вот этот разрыв между живым человеком и отрывающейся от него души, это и есть момент смерти. И почему «блажен человек, умирающий, о Господи». То есть он предает в руки душу, которая уже была посвящена Господу на земле. Он ничего не собирал здесь, он знает, что все его сокровище на небесах, потому что сам Христос говорит, «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Вот почему сказано в этом Святом Писании, что душу твою возьмут от тебя. И вот очень важное место. Всю же ночь. Ночь – это время тьмы. Ночь – это время, когда ты совершенно не ожидаешь. Поэтому вот этот период ночи и те, кто возьмут, это, как правило, духи, ангелы, которые ночью промышляют особенно. Ночью, в ночи темные падшие духи возьмут у тебя душу твою, потому что ты был безумен, ты думал, что все твое, а вокруг-то оказывается все Божие. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, сказано в Писании, а не в Бога богатеет. И вот сейчас мне хотелось бы буквально несколько цитат привести вам из святых отцов на толкование этого места. Вот что пишет об этом святитель Василий, «Богатство служит средством делать добро, а душе сластолюбивой и плотолюбивой обращается оно в пособие роскоши». Вы обратили внимание, сколько людей сегодня желает роскошествовать? То есть, если мы это зеркало обратим к себе, то вот эти помыслы этого безумного богача мы и в себе найдем. Оказывается, богатство-то вредом не является, Авраам был богат, но не был сребролюбив, потому что не заглядывал в чужой дом, не любопытствовал о чужом имении, но, выходя из своего дома, смотрел, нет ли где странника, нет ли где нищего, чтобы помочь нищете и принять путника, пишет святитель Иоанн Златоуст. А вот что снова пишет Василий Великий. «Богатство земное недолго повеселит тебя, потом утечет и исчезнет, но у тебя потребует строго в этом отчет». А вот он же. «Если станешь беречь богатство, оно не будет твоим, а если станешь расточать его на добрые дела, не потеряешь. Кто собирает в свою сокровищницу молитвы и милостыни, тот богатеет в Бога». Вот эти слова святого Ефрема Сирина я хочу повторить еще раз. «Кто собирает в свою сокровищницу молитвы и милостыни, тот богатеет в Бога». Вот сегодня вы разбогатели, потому что каждый из вас пришел и принес в свою сокровищницу несколько часов своей жизни. Не надо думать, что это вот просто так. Кто-то сегодня просто поспал. Говорит, я же хочу дольше жить, а я не знаю, сколько я проживу, но часть своего времени, данная мне Богом, я хочу и мы посвятить. И вот начало дня сегодня вы посвятили Господу и вы положили вот эти два часа в сокровищницу, которая не отнимется у вас, которая будет показана вам. А те, кто еще не поленился и вчера пришел на всенышную, поступили еще больше, они собрали еще больше. А те, кто вчера еще молитвочки почитал, да попастился усердно, до сегодня пораньше встал на исповеди, или там вчера был на исповеди, и причастился к святых христовых таинств, и сегодня самые богатые. Богатству этому числа нет. И богаче человека, который сподобился соединиться со Христом, нет. Вот потому в продолжении святой Иоанн Златоуст говорит, богат не тот, кто приобрел много, но тот, кто много раздал. Если же и богатство у себя имеешь, пишет святой преподобный Ефрем Сирин, то собирай себе сокровища на небесах благотворениями. И вот каждый, кто хоть копеечку положил на роспись, это же Божий храм ты украсил, ты разбогател в Бога. Есть люди, которые собирали средства на написание вот этих икон. Есть люди, которых уже нет. Вот Ермогена икону, вся семья собирала пенсионеров. Они когда пришли, говорят, батюшка, мы хотим все внести, пусть это будет дар храму от нашей семьи. Я говорю, да вы что, это все-таки дорогая золоченья работы с резным окладом, вот пусть будет от нас. Зачем нам? Мы собирали вот с пенсии с моей бабкой, а куда мы заберем? Вот пусть на память останется. Раб Божий Валентин, вы помните, он помогал здесь в алтаре нам, а потом отошел ко Господу. И вот сегодня мы его помним. Его нет, но его доброе дело здесь. И вся его пенсия, собранная вот за какие-то годы, она ведь в сокровищах на небесах. А может быть кому? Кому достанется то, что ты заготовил? Я приведу вам один маленький пример. Я помню, как отпевал одного мужчину уже в возрасте в квартире. И когда вот пришел батюшка со своим чемоданчиком, и вот отпевание закончилось, скодила собираю, петрахиль складываю, требник вкладываю, чемоданчик свой требный. И слышу сзади разговоры, так, твой шкаф, твои вот эти, мой гараж, твоя там машина. Я оборачиваюсь, кто это за спиной? А это его дети. И я говорю, как вам не стыдно? Еще гроб отца вашего в доме, а вы уже делите кого что, да хоть же проводите по-человечески. И вот вопрос, который мы сегодня слышим, кому достанется то, что ты собирал? Ты думал, это для детей, а дети на твоем имении еще разругались. А что это тебе шкаф, а мне гараж? А неполноценное отделение. Тому, значит, машина, значит, моя квартира, а квартира пополам не делится. Давай продавать. Тебе половину, мне половину. И началось вот это все. Что ты оставил детям своим? Вот поэтому в Бога богатеть нужно. Нужно заботиться о домашних своих. Но помнить, что сокровище наше на небесе. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. А мы называем Господа еще сокровищем благим. И говорим, приди и вселися нас, и очисти нас от всяких скверностей. Сокровища благи. Вот благ Господь и дает нам благо земные, для того, чтобы мы не забывали, что это не наше. Собирайте себе сокровища на небесах. Богатяйте в Бога. Впереди Рождество Христово. Знаете, сколько нужно? Накормить людей. Праздник подготовить. Сколько на улице сделать. Сколько еще всего здесь надо сделать. В кружку принеси в храмовую. Господи, это к Твоему дню рождения. Тот, кто подарил нам сегодняшний день, не обещал нам даже завтрашнего. Может быть, всю же ночь. Мы не знаем, что происходит. Вы видите, как мир сегодня с ума сошел. И что будет с нами за неделю, никто не знает. Поэтому, дорогие, я хочу поздравить вас с воскресным днем. И, в общем-то, вас, богатых. Вы представляете, как вы сегодня обогатили себя? Не потому, что что-то тут получили. Вы поняли, что надо идти домой и раздавать. Раздавать кому хочешь. Вот то, что тебе Господь положит на сердце. Давно хотел? Да, да, да. Хотел давно. Но вот сегодня пора. А вдруг в ночь сию душу мою возьмут? Вот, богатые мои, поздравляю вас. Теперь вы по-настоящему богатые. Не от того, что приобретаем, а скажу словами, теми же, которые сказал Ефрем Сирин. Если же и богатство у тебя имеешь, то собирай себе сокровища на небесах благотворениями.